Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь вам крайне желательно самой для себя обратить внимание на то, чем конкретно вам не нравится ваше имя. Совершенно очевидно, что вопрос имени вас волнует. Совершенно очевидно, что как-то у вас неприятные ассоциации, связанные с именем этим. И соответственно, совершенно очевидно, что если мы говорим про имя, то это взаимоотношения с родителями. В частности, с бабочкой и мамой. И продолжением этого конфликта, вашего конфликта, на мой взгляд, является как раз таки история, что вы боитесь их реакции. Почему-то. И вы близко к сердцу примете их критику. Почему-то. Вот, соответственно, с этим и нужно разбираться. Если вы сами себе не можете признаться в том, чем для вас это имя неприятно, потому что, по крайней мере, в своем тексте вы ничего об этом не рассказали. Может быть, вас это имя ассоциирует со чем-то более неприятным. Но, повторюсь, как бы имя вы сменить можете, но проблема ваша, она останется хотя бы потому, что мама, бабочка и еще кто-то будут равно вас называть, скорее всего, по первому именю. Вот. Также непонятно, почему дочь вас должна называть по имени. Вообще, дети, как правило, к своим родителям обращаются мама, папа. Вот. Конечно, есть случаи, когда ребенок называется родителем по имени, но это несколько, ну, скорее исключение из правил. Поэтому, как-то здесь это все, ну, немножко странно звучит. Вот. Соответственно, вам нужно разобраться с тем, чем вам не нравится имя. Вот. Разобраться с тем, как оно вас характеризует, разобраться с тем, как должно характеризовать имя другое, которое вы придумали себе. Вот. Вот. И чем лучше, чем тоннее вы это сделаете, тем проще вам будет донести это до мамы и бабочки. При этом важно понимать, что если вам необходимо их одобрение, то его одобрения, скорее всего, не будет. Потому что, ну, не способны ваша мама и бабочка одобрить то, чего они не понимают, а они этого не понимают. А, в свою очередь, одобрения, связанные с желанием одобрения или поддержки сказанностей, я буду вам чего-то не хватает. Ну, вам для себя. Чего-то вы в себе не принимаете. И вот это, мне кажется, очень важный момент. Что есть вещи, которые вы в себе не принимаете. И делаете с ними в имени. Которое вам тоже может безусловно не нравиться и которое вы имеете полное право сменить. Это никак не взаимоисключает друг друга. Просто, чтобы вы, ну, отдавали себе в этом отсчет. Понимаете? То есть, здесь есть несколько моментов. Первое, это внутренний конфликт по поводу имени. Второе, это нуждаемость в одобрении бабочки, бабочки и мамы. И третье, это болезненность их реакции. Негатив-негативный. Вот. Вот, в первую очередь, с этими вещами, с этими аспектами нужно работать. И дальше уже можно будет смотреть, что вам делать. Я думаю, что вы сами могли бы с этим разобраться. Я думаю, что вы сами могли бы, ну, ответить себе на вопрос, что вам в этом хочется. Чего вы хотите. Вот как-то так. Объяснить им ничего не получится. Потому что, ну, вы думаете по-разному. Слишком разные люди. Это нормально. Не принимать близко к сердцу никак, если вы уже допускаете, что можете принять это близко к сердцу. Поэтому здесь дело не в том, чтобы не принять это близко к сердцу, а дело здесь в том, чтобы скорее именно не бежать от этих переживаний, чтобы проживать их через слезы, через боль, через обиду, страх. И так далее. Вот. И таким образом учиться, как бы, вот, принимать в себе вот эту вот реакцию, принимать в себе эти переживания. Потому что, ну, нормально, в известной степени нормально реагировать несколько болезненно на критику со стороны близких людей. Вот. Ну, важно от этого не бежать, не бежать. Важно от этого не бежать, важно не мешать этим чувствам, а повалять им быть, ну, вот, непосредственно с вами и видеть в них ресурс. Как видеть в них ресурс? В какой-то степени это означает заметить что-то еще, помимо того, что там есть. Вот. Вот у вас, вот. Вам больно, например, от критики. Но, все еще помимо боли от критики вычислить что еще. Это важно. Вот как-то так. Вы же, как бы, хотите, во-первых, перестать чувствовать вообще, а значит перестать быть живой. Вы хотите объяснить им что-то, а значит доказать, что невозможно. И вы говорите о том, что не можете долго скрывать от них, что говорит о некоторой вашей, может быть, зависимости от них. Ну, то есть, вот, недостаточно простроены личные границы между вами и ими. С этим, в принципе, психолог может помочь. То есть, вам нужно обратиться к любому специалисту и вам помогут. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.